Всем привет, меня зовут Станислав Орехов. В этом видео хочу поговорить об очень важной теме, которая называется взаимоотношение дизайнера с поставщиком. Именно на стадии комплектации, на стадии реализации проекта зарабатываются основные деньги. Дизайнер зарабатывает на комплектации, ему платит клиент, а также ему платят агентское вознаграждение, партнеры, поставщики, для которых он готовит материалы и с которыми он планирует воплощать проект. Поставщики, соответственно, зарабатывают также на клиенте и поставщики получают заказ от дизайнера, потому что их продукция уже прописана в ведомостях и клиент так или иначе будет у них покупать. Самое главное здесь для поставщиков попасть в ведомости и сделать так, чтобы дизайнер именно их посоветовал. Но это не всегда получается, потому что звучит достаточно просто, но все то, что выглядит и звучит просто, на деле оказывается не всегда. Таким и возникает большое количество проблем на стадии налаживания взаимоотношений. Какие проблемы бывают? Ну, я вот как дизайнер сижу, работаю с проектом, и тут мне развается звонок, и на том конце говорят, что не хотите ли вы наладить взаимовыгодное сотрудничество, у нас эксклюзивные условия по плитке, мы самые лучшие заводчики плитки в мире, и работаем уже 25 лет, давайте с нами дружить, сотрудничать, и вообще приезжайте к нам в офис, бросайте все, бросайте свой проект, приезжайте к нам в офис, мы покажем вам новые коллекции. Моей работой, моей задачей является создание проекта для клиента. Я вообще думал, что клиент мне звонит, а тут меня отвлекают. Хотя на сайте написано, не звоните мне, пришлите свою информацию по почте. Но поставщики не хотят присылать информацию по почте, потому что по почте нужно формировать какие-то материалы в письменном виде, делать это профессионально, делать это как-то адресно, покопаться, посмотреть, чем вообще дизайнер занимается. Конечно, лень это все делать, проще взять какого-то звонаря, который будет звонить дизайнеру. И дизайнеры просто отмораживаются, им это все не нравится, возникают проблемы, и дизайнеры заносят таких поставщиков в черные списки. Да, бывает, что поставщик нарывается на одного дизайнера, по базе начинает когда прозванивать, один из ста действительно на данный момент ищет вот эту самую плитку, и он рад, что ему звонят. Но остальные 99% просто в недоумении, это просто недопустимо. Очень сильно рекомендуется не звонить, да, и налаживать именно взаимоотношения таким способом, а попытаться описать свою продукцию. Есть два понятия, есть карточка продукта и есть карточка поставщика. И мы учим дизайнеров как раз таки и клиентов уже требовать с поставщиков вот эти вот две позиции, карточка продукта и карточка поставщика. Что это такое? В карточке продукта описано, чем одна плитка отличается от другой, чем один паркет отличается от другого, чем он отличается функционально, да, по каким параметрам, по каким позициям. Чем ламинат от паркета отличается, а паркет отличается от наборного паркета, какого-нибудь эксклюзивного, да, и что такое эксклюзивное слово. Мы рекомендуем писать там конкретно, приводить реальные жизненные примеры, приводить стоимость производства, показывать готовые кейсы выполненные. Все это, конечно, нужно сделать, и, к сожалению, многие поставщики именно это ленятся делать, либо просто не умеют. Также есть второе понятие, это карточка компании. Здесь уже, когда мы выбрали конкретный паркет, наша задача понять, какая компания его поставит. Тут тоже есть варианты, либо мы закажем паркет в Италии, либо мы закажем паркет на производстве на заводе, либо мы его сделаем самостоятельно, будем строгать в гараже. Понятно, что цена от этого зависит, понятно, что качество от этого тоже зависит, но мы здесь с клиентом уже обсуждаем и понимаем, у какой компании мы будем заказывать. И тут нам важно посмотреть, чем ваша компания тоже отличается конкретно. Нам не нужны какие-то завышенные ожидания, нам нужны конкретно плюсы и конкретно минусы, потому что у каждого дизайнера есть разные типы клиентов, и кому-то подойдет для эконом-сегмента, допустим, сейчас наиболее дешевый и чуть-чуть более рискованный продукт, а кому-то нужно, чтобы никаких рисков и чтобы было максимально все спокойно, и цена здесь не важна. То есть надо понимать, что у дизайнеров тоже совершенно разные клиенты есть. Так же, как и разные клиенты, дизайнеров тоже бывают разных типов. Бывают дизайнеры-перфекционисты, он полностью ведет проект и хочет, чтобы все было как он придумал. Бывают дизайнеры, которые делают только концепцию, и ему важно, чтобы на стороне поставщика были тоже дизайнеры, которые сделают так, как нужно. Это другой тип дизайнера. Есть дизайнеры-новички, которые еще не знают, к какому типу они относятся, им все интересно, но у них могут быть крупные проекты. Есть дизайнеры-изобретатели, которые разрабатывают вообще какие-то вещи, которых еще не было, и хотят вместе с поставщиками, вместе с производством запустить их, допустим, в серию. То есть дизайнеры бывают разных типов, клиенты бывают разных типов, поставщики тоже бывают разных типов, бывают крупные компании, бывают бутиковые компании, когда там вручную все делается, бывают те, кто привозят мебель тоннами и контейнерами, а бывают те, кто привозят на заказ по одной табуреточке. И у всех есть свои особенности, но, к сожалению, к большому сожалению, поставщики не указывают эти особенности. А дизайнерам очень сложно выбрать надежного партнера, потому что, опять же, непонятно, чем одни отличаются от других, потому что в маркетинговых материалах, потому что в письмах, в спам-письмах все пишут одно и то же. Мы самые лучшие, мы работаем 25 лет, у нас эксклюзивные поставки, мы договорились со всеми итальянскими фабриками, мы, мы, мы. Мало кто думает именно о клиенте, все хотят рассказать, какие мы молодцы. Это не работает, забудьте об этом раз и навсегда. Звонки не работают, презентации, на которые дизайнеры хотят просто поесть вместо ужина, это не работает, все это не работает. Работает в данный момент всего лишь одна простая вещь. Это четкое и понятное описание себя, чем ты отличаешься, карточка продукта и карточка поставщика. Уже многие дизайнеры работают именно с карточками продукта и с карточками поставщика, и задача уважающих себя и современных компаний создавать продуктовые решения, чтобы не унижаться, чтобы не пытаться как-то договориться и за какие-то проценты, либо откаты договориться с дизайнером. Это все не нужно. Дизайнеры так вас поставят, если увидят, что вы надежная компания. А чтобы дизайнер понял, что вы надежная компания, нужно, чтобы у вас была карточка продукта и карточка поставщика. Проблема есть в недоверии, в недопонимании. Дизайнеру сложно выбрать, поставщику сложно зарекомендовать себя, потому что дизайнеры просто не хотят их слушать, они просто устали. И чтобы решить вообще весь этот вопрос, чтобы решить эту всю проблему, примерно год назад мы придумали тему, которая называется «Курс по созданию положительного образа поставщика». И наша задача – вытащить смысл, вытащить, чем вы отличаетесь, чем ваша компания отличается от других, от компаний-конкурентов, в чем ваши сильные стороны, в чем ваши слабые стороны. С слабых сторон не надо бояться, потому что именно в этой особенности и заключается ваша ключевая компетенция. И мы вместе с вами на этом курсе создаем карточку продукта, создаем карточку поставщика, создаем презентацию, создаем описание, понимаем, чем вы отличаетесь от остальных, презентуем вас дизайнерам и вместе делаем именно вот эту работу по упаковке вашего продукта и вашего бизнеса. Если вы делаете это все правильно, качественно и хорошо, а более того, не вы это делаете, мы это делаем вместе с вами за один день. И дальше всю эту карточку мы упаковываем и презентуем нашим коллегам-дизайнерам. У нас база более 10 тысяч дизайнеров, которым мы можем показать вашу продукцию, если она оформлена правильно. Если эта тема вам интересна, то вместе с вами мы можем создать ваши правильные маркетинговые материалы. Я буду смотреть на вашу работу как дизайнер, я буду говорить, что нам нравится, что не нравится. Я расскажу вам о типах дизайнера, какие бывают, можете под каждый тип дизайнера подготовить свое уникальное предложение, как использовать вот эту карточку продукта и карточку поставщика в дальнейшем в самопрезентациях, как использовать ее на сайте, как сделать так, чтобы вы, когда начинаете разговор с дизайнером, он вас слушал и слушал очень внимательно. Мы с вами буквально возьмем ваш сайт, ваши материалы и проработаем их на нашем дневном курсе. На этот курс мы берем 12 участников для того, чтобы иметь возможность поработать с каждым. У нас будет блок теории, я буду рассказывать основные вещи, основные отличия. Потом нас ждет блок практики, где мы возьмем ваши продающие маркетинговые материалы, вытащим смыслы и переупакуем. То есть у вас по итогу курса будет полное четкое понимание, шаблон по упаковке вашего продукта. Дальше вы можете его упаковать и после этого курса вы будете получать от меня обратную связь для того, чтобы вы доделали все эти материалы. То есть вы попадаете на закрытый форум, на закрытую мастер-группу, где мы будем с вами дорабатывать ваши карточки продуктов и карточки поставщиков. И когда они будут готовы, мы разошлем их нашим дизайнерам по базе, и вы получите обратную связь. Если эта вся тема вам интересна, если вы хотите именно наладить взаимоотношения с дизайнером, понять, что дизайнеры ждут от поставщиков, и понять это от первого лица, как от дизайнера, от руководителя студии, вы сможете задать мне абсолютно любые вопросы. Мы сможем вместе продумать, как именно вам позиционироваться, как именно вам наладить взаимоотношения с вашим типом дизайнером. Вместе мы все это сделаем на этом курсе. Читайте внимательно подробности описания и приходите на это обучение. Увидимся. С вами был Станислав Орехов. Если хотите развития, приходите, и будем работать вместе с вами над вашим результатом.